Пока. Городским событием. Жители Бараков, которые находятся на проспекте 60-летия октября, в минувшее воскресенье организовали митинг. Хабаровчане жалуются на невыносимые условия проживания, требуют признать их дома аварийными и расселить. Репортаж Антона Примачева. Итак, на проспекте 60-летия октября находится 67 домов бараков. Аварийными признали всего 4. И вот сейчас жители этих бараков собрались на митинг. Там идет официальное выступление, а вот здесь люди отступили заместителем мэра Анатолия Климочкина. И там тоже проходит довольно жаркая дискуссия. И мне есть нечего, у меня даже на памперсы нет. Пособия не приходят президентские. Не приходят уже несколько месяцев. Что мне делать? Я там не могу жить. Я обращалась к Бургалу, он меня не принял. Литвичук. Ему дали ответ подчиненные. Где наш дом? Каждый месяц реконструируется, ремонтируется. Заместитель мэра Анатолий Климочкин выслушал претензии за всех представителей власти. Муниципального, краевого и федерального уровня. Жители бараков в деталях ему рассказывали свои личные проблемы и засыпали, каким казалось, хлесткими вопросами. Подождите, если вы предоставили жилье, вы за него должны отвечать. Что значит отвечать? Подскажите мне. Ну как, то, что вы его предоставляете, вы должны дать жизнеспособное жилье. За должность дома перед управляющей организацией составляет 45 месяцев. Если мы переговорим на деньги, это 645 тысяч рублей. С таким долгом жителей, объясняет заместитель мэра, содержать барак в достойном состоянии трудно. Там у вас воры, мошенники. Я бы попросил немножко не говорить таким образом. Я говорю, все честно. Если вы честно, вот есть органы, говорится, полиции. Ну что сказать, значит. Вам часто приходится на митингах участвовать? На митингах? Поддержать удар? Вы знаете, на митингах я не так часто участвую. По своей сути, я будем говорить, наверное, технический работник, который требует решения проблемы, значит, ну, кардинально. Митинг – это прерогатива, будем говорить, законодательной власти органа. Для политических деятелей митинги всегда были площадкой для зарабатывания личных дивидендов. Не стал исключением и этот митинг. Было много абстрактных обещаний, но граждане требовали конструктивных предложений. Мы по всем направлениям, мы уже выникаем. Дело в том, что работаем мы только 5 месяцев. Как поживете, чтобы пникнуть на концах? Совести у вас нет! Это действительно народный митинг. Люди объединялись в эту группу, которая привела к этому протесту через социальные сети, ватсап, инстаграм. Сделали вот такие импровизированные плакаты, то есть это обычные листы, отпечатанные на принтере. И вот надеются все-таки, что сегодня что-то изменится в их ситуации. Ремонт у нас не делался уже в доме 35 лет. Да, лет 35 уже не делался. Но зарплату начали еще больше повышать. Кварплату. Кварплату. Единственное, только хватает прожить кое-как. Вот эти дома, о которых идет речь именно по проспекту, они, по-моему, в 98-м году их передали от различных ведомств в количестве 88 зданий. И на сегодняшний день их осталось 67. Это говорит о том, что худо-бедно, но процесс идет. Давайте в индивидуальном порядке мы это все с вами проговорим. Не будем устраивать митинги. Итак, митинг завершился. Все это время здесь дежурила полиция. Но несмотря на то, что градус протестов, споров, дискуссий все время повышался, все проходило довольно в мирном ключе. И вот в заключении все поблагодарили друг друга за то, что они здесь собрались, выстояли и отправились по домам. Как мне показалось, с надеждой в сердцах и в хорошем расположении духа. Антон Примачев, Александр Марченко. Смотри Хабаровск. Ну, чтобы решить в том числе эту проблему, на прошлой неделе власти города заявили о намерении построить целый микрорайон в районе улицы Аэродромная. Если участок, который выбрала мэрия, утвердят краевые власти, дома будут построены в 2022 году.